Лёш, спроси меня, пожалуйста, на каком мероприятии я в последний раз была, которая меня максимально впечатлила? С удовольствием это сделала. Алена, на каком мероприятии ты была в последний раз, которая тебя так сильно удивила? Такой неожиданный вопрос, а я тебе отвечу. А это была встреча с потомками легендарного русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. И прошла она в детской библиотеке, которая названа в честь писателя. И с нами сейчас на связи руководитель Ростовского регионального общественного движения в поддержку одарённых детей талантливой молодёжи «Синергия талантов» Ольга Звонарёва, которая и была организатором мероприятия. Доброе утро. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ольга, ну расскажите, с какой целью потомки Александра Сергеевича Александр и Серж Гревенец прибыли, посетили Донскую землю. Расскажите, пожалуйста. Александр и Серж Гревенец приехали в Ростов-на-Дону на одно из мероприятий, организованных «Синергия талантов». Данное мероприятие, на которое прибыли, это была Крещенская пушкинская ёлка, которая проходила в Донской государственной публичной библиотеке. И они награждали победителей данного конкурса. И после уже мы отправились в детскую библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина, которую нас пригласил Сергей Манукович Непалаян. Приезд Александра и Сержа связан именно с масштабным международным проектом «Диалог с Пушкиным», в рамках которого уже к «Сорсам Иордании» инициировано такое направление, как «Пушкин без границ». И где дети из разных стран мира, на сегодняшний день это уже 53 страны, читали произведения Александра Сергеевича Пушкина на языках стран проживания. Ольга, вот я на этом мероприятии была, но оно было такое, с достаточно ограниченным кругом лиц, и немногие знают, что на нём происходило. Например, меня впечатлила очень информация о том, что Александр Сергеевич Пушкин завещал своим потомкам ни в коем случае не писать и вообще не быть связанным с литературой. Расскажите нашим зрителям, поскольку они, возможно, не знают о деталях этой встречи, какие-то интересные факты, которые вы узнали непосредственно от самих потомков. Для меня тоже было это очень интересным моментом, когда в своём интервью Александр Александрович сказал такую фразу, которую из поколения в поколение пользовалась фраза Александра Сергеевича Пушкина. Он действительно запретил своим потомкам писать стихи, произведения литературные. И у него была такая фраза, как только кто-то начнёт в семье писать произведения, его сразу необходимо выпороть, шлёпкой по попке. Это вот его такая авторская фраза, и её Александр Александрович произнёс именно в пресс-подходе. Ольга, у меня вопрос. Вы сказали, что визит Александра и Сергея является частью большого международного проекта «Диалог с Пушкиным» или «Пушкин без границ», если я верно понял. Что они из себя представляют, если можно, несколько слов эти проекты? Сам проект инициирован с «Энергии талантов». Это произошло в ноябре месяце 2020 года и презентован был в республике Калмыкия, в которую и переехали потомки Александра Сергеевича Пушкина. Данный проект, руководство данного проекта, мы приняли решение передать именно потомкам Александра Сергеевича Пушкина. И этот проект включает ряд направлений, один из которых является «Пушкин без границ», где дети читают произведения Александра Сергеевича Пушкина на разных языках. Этот проект включает в себя творческие конкурсы рисунков по произведениям Александра Сергеевича, постановки различные, и это все в международном формате. Также в рамках этого проекта планируется переиздание произведения Александра Сергеевича на языки тоже стран проживания, потому что на сегодняшний день мы провели мониторинг, и сам Серж отмечает, что во Франции произведение Александра Сергеевича и сам поэт не настолько известен, как в России. И в этом переиздании обязательно будет указано родословно потомков Александра Сергеевича и уже часть направлений проекта. Ольга, огромное вам спасибо. Мы желаем успехов большому проекту «Диалог с Пушкиным». «Пушкин без границ». Будем следить. Приходите к нам в гости в программу с новостями. А я напомню, что на прямой связи со студией программы «Утро» был один из организаторов встречи с потомками Александра Сергеевича Пушкина, руководителя Ростовского регионального общественного движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия талантов» Ольга Звонарева. Спасибо.